всем привет пошли новый хавал в украине продается уже правда давно он гибридный на это реально классное авто которое будет радовать по крайней мере привлекает она вот с виду что этот хавал вроде бы до одинаковые 6 третьего поколения что этот вроде бы ну чем отличается нас уже не удивишь там новыми решетками чем-то новым там черными дисками вот именно когда читаешь и охреневаешь когда видишь цифру расхода 5 5 5 литров по городу бензина в пробках расход наоборот уменьшается они увеличиваются но это работа гибрида такая и трасса там что-то тоже впечатляет расход но в основном то впечатляет запас хода запас хода 1085 километров на этом запас хода я видел при максимально минимальном режиме тапка в пол где-то около 700 километров там 730 может в максималке это это там надо ехать до 100 километров в час по трассе тут 1085 километров ну гибрид внешка доработана машина смотрится более современно хром кстати а зачем же хрома нету но вот эта сабля все равно осталось такое впечатление что просто ее забыли убрать ну или же такое дизайнерское решение сабля там сабля здесь но хрома нету смотрите рейлинги все все в черном стиле диски те же самые что на шестом хавале третьего поколения та же самая размерность 19 те же самые шины ханкок 225 55 19 но черный цвет не матовый а глянец ну классно смотрятся цвета вот говорила что кажется колесики по сравнению с нашими на вид померял а пришла ну просто вот черный цвет уменьшает поэтому кажется молдор что добавлено это то что то что визуально когда подходишь и не можно понять да и прочитать можно там на сайте добавлены буквы говорящие о том что это не не заряжаемый гибрид то есть от розетки его зарядить не нельзя и плюс добавлен датчик открывание задней двери багажника от с ноги и 6 3 поколения бензина вам не было просто электропривод стоит с ключа можно было открывать кнопки в салоне тут добавили датчик ну и уже раз по багажнику то давайте посмотрим что у нас здесь происходит потому что здесь наверное одно из интересных это то что нет у нас запасного колеса запасного колеса нету вместо запасного колеса у нас набор шансового инструмента еще что-то ну наверно это компрессор наверное вот ну вся инструкция разберется даже женщина после автошколы даже наверное не не с автошколой вот что-то здесь тоже все фирменная great воловская это понятно дальше там вон видите что лежит крючки знак аварийной застановки кстати есть и такое есть и в хавале в прошлого поколения щипцы чтобы снимать и декоративные гайки из колесных то есть эти накладки с колесных болтов и вот что здесь вот что здесь аккумулятор принесли сюда установили но в общем-то правильное решение потому что ну смысл из-под капота его забрали сюда и сама батарейка 52 килограмма 5 ампер час вот все здесь 16 киловатт час характеристики здесь в общем-то все прописано прийти ознакомиться с реальностью что она есть вы можете прямо увидев авто в салоне посмотрев в этой системе я не разбираюсь гибрид если честно вот с вами первый раз я вижу и ехать также буду на нем первый раз дальше сядем проедем посмотрим вообще как себя ведет авто по ходовке сразу скажу что это h6 третьего поколения полностью за задняя подвеска передняя подвеска один минус как по мне это так забегаю наперед ну и думаю что это минус потому что ну как бы был бы полноприводный был бы плюс это то что этот автомобиль чисто переднеприводный с такой общей мощностью кстати ключи полностью такие же как 6 3 поколения второго поколения ключи неизменные остаются капот открывается все также одним нажатием здесь крючочек а и я думал уже на свой я поставил гидроупоры здесь нету не вернули гидроупоры полка стоялка 15 мотор плюс как прописано два электродвигателя общая мощность всей этой установки 243 лошадиные силы и 530 крутящего момента двигатель внутреннего сгорания 1 и 5 turbo современный двигатель great воловский и с мощностью 150 лошадей 230 крутящего момента то есть электроустановка вы можете общую сумму отнять и понять какая мощность 530 крутящего момента и о чем я вам говорю что передний привод и такой крутящий момент ну как по мне не совсем правильно понятно что это не гоночное авто понятно что скорее всего в ходу это будет использоваться именно крутящий момент при обгоне будет полезен резко вам нужно выйти на трассе газ в пол нажать и чтобы использовать сразу вот этот рывок при обгоне это будет эффективно но с места если трогаться и использовать вот эту всю мощность вот этой гибридной установки передний привод неэффективен система система не даст конечно колесам буксовать гулять по дороге но и система будет душить ту мощность которую вы хотите потребовать от автомобиля был бы полный привод конечно машина вела себя с такой мощностью на дороге при трогании резком с места при старте да и вообще я думаю что на трассе было бы намного лучше полный привод не обязательно для автомобиля для джипа а он эффективно также при использовании автомобиля в городе зимой при использовании автомобиля на трассе в каких-то нештатных ситуациях полноприводное авто адекватнее себя ведет на трассе чем моноприводное это уже проверено как бы на практике видите вы что здесь нету аккумулятора то есть это все занято вот этой вот смотрите установкой электроустановка вот она в эту в этом наверное наверное так по по размеру немного меньше да может и такая самая как ведь двигатель внутреннего сгорания также продуманный органайзер смотрите плюсовая клемма не знаю могли тоже конечно сделать крышечку но доступ типа к минусовой есть просто минусовая не защищенная поэтому здесь сделали такую крышку а так органайзер толстый надежный тут уже варианта опустить крышку вниз не будет как в и 6 третьего поколения понятно из-за чего там можно багажник сделать немного глубже но здесь за счет того что все вот здесь батарейка и все на свете то только в таком вот положении кстати крышка кто не видел крышка рассчитана на 100 килограмм веса то есть ты можешь смело если хочешь лечь туда или залезть сесть то есть вопросов никаких с этим нету шторка все то же самое здесь без изменений тот же самый пластик розетка 12 вольтовая все так же так а ну ка раз раз со второго раза но это нормальный показатель те же самые сиденья с перфорацией та же самая типа эко кожи поли полиэтилена все то же самое что вы 6 3 поколения подогревы сидений есть розетки есть черный салон полностью крыша светлая не знаю если в гибридах черный потолок задняя полусфера тонированная полностью видите тонировка это очень классно тонировка идет заводская из китая к нам автомобили приходят с полностью тонированными вот электропривод сидений есть там электропривод пассажирский водительский то есть все то же самое лак не убрали лак рояльный есть при неаккуратном пользовании он царапается поэтому на алиэкспрессе можете уже став вставки заранее заказывать дисплей и те же самые что выше из третьего поколения давайте попробуем запустим двигатель кнопка старт-стоп нажимаю на тормоз и все тишина и по идее электродвиги то есть уже запущен живо не стерим полу понятно предупреждение и сейчас автомобиль уже ну как сказать заведен работает то есть можно нажимать на педаль газа и ехать показывает нам что двери открыты капот открыт давайте попробуем так наручники у нас стоит в паркинге потому что я не слышу просто звука двигателя потому что звука двигателя слышать и не будешь будешь слышать звук двигателя когда вот вот смотрите охлаждение пошло помпа качает два бачка бачок на с охлаждающей жидкостью на бензин бензиновый двигатель и бачок с охлаждающей жидкостью на электро систему вот звук помпы слышен свист небольшой то есть мотор по сути у нас автомобиль работает все ты садишься на него газ нажимаешь и типа едет автомобиль на работа заведен но бензиновый двигатель не работает сейчас электросистема вот этого гибридной установки работает написано ready то есть вану она готова ехать из режимов что у нас здесь пробежимся понятно что всего не покажешь за видео потому что нужно несколько дней разбираться и кстати люди меня спрашивают вот под видео которое показываю свой 6 3 поколения увидели всю эту электронику и говорят ой я боюсь покупать это же долго разбираться разберусь я с авто или нет то же самое вот я сейчас сел в этот гибрид и я авто не знаю но я уже понимаю что в нем можно разобраться просто буквально пару дней и ты будешь уже в этом авто как свой спорт ого о спорт и запустился бензиновый двигатель снег нормал эко нормал двигатель запустился бензиновый когда я включил режим спорт ну это наверное понятно заглохнет он когда наверное через какое-то время кстати подзарядка батареи именно гибридной установки идет и на холостом режиме на холостом ходу подзаряжается режим рекуперации там несколько режимов движения есть режим на электротяге это при малых оборотах и при низкой скорости то есть самый экономичный режим как при котором бензин не не тратится вообще просто электрика заявлено что-то до 100 километров что ли на электротяге в этом режиме спокойном режиме можно проехать второй режим бензин плюс электрика это когда на средних в средней скорости в среде на средних оборотах подключается в помощь бензиновый двигатель так давайте заглушим бензина немного режим рекуперации режим чисто на бензине скорее всего когда батарейка слабая и режим чисто вот на электрике и вам сказал аккумулятор на нас поживая замат об этой энергии системы переходе устан мало потужные работы инфопроводения ну что что то что то что то приходит автомобиль с вами общается я пока еще раз запускаю так предупреждение стандартные ну то есть уже 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 можно ехать опять же заглушил я заряжена батарея завожу запускаю первое что это электротяга двигатель не запускается тоже я хотел же посмотреть что тут все остальное также в этом автомобиле есть все помощники защита автоматом мертвые зоны адаптивный круиз-контроль удержание автомобиля в полосе помощь при запоминание последних 50 метров когда ты заехал на парковку включаешь 50 метров назад выезжаешь автомобиль помнит автопарковщик полностью авто есть у меня видео на канале где машина сама паркуется задаешь ты из окна вышел он сам заехал запарковался остановился все это есть и в этом автомобиле вот автопарковщик все все дела рух на электродвигу не вот стан автомобиля интересно это потужность батареи наверное именно 12 вольтовой то что отвечает за запуск статистика энергетики ну короче я думаю что кто купит хозяину будет интересно разбираться смотри капец ну наверное как ты насколько ты экономно водил автомобиль смотри статистика здесь наверно график какой-то будет история ну капец скорее можно наверно еще и будет скидывать информацию и распечатывать на на бумаге ну короче оценка водения of он а то есть по итогу тебе машина выдает вот вот уж выскакивала рамка как ты водил видно рекомендации выкоростовуйте экономичный метод водения швидко швидко наступайте на педали рене повышите половины ходу то есть тут еще инструкция как правильно мягкое гальмувание прочуючи кондиционер может сбільшить из поживания энергии короче вся инструкция у вас вот здесь в машине вам не нужно читать какую-то книгу вот вам все машина будет рассказывать режим мейки причепа чтобы вникнуть режим мейки причепа требует внутрь передачу короче капец сидишь просто я знаком ливаешься что чтоб сейчас не назнакомливаться на ремни кстати легче таскаются и что еще заметил вот я открывал но это в ходу посмотрим я не знаю получится у меня определить или нет когда открывал дверь после своего автомобиля это то мне показалось что дверь тяжелее и вот я сейчас даже открываю ее то есть у меня есть память руки на тот автомобиль по усилию и здесь такое впечатление что дверь тяжелее есть подозрение что здесь шумоизоляция лучше посмотрим по шумоизоляции или же просто петли не разработаны но я не знаю сразу когда открыл сразу я сказал дверь тяжелая смотрите едем трогаемся включил драйв епид педаль епидаль электрическая педаль ну короче здесь нужно разобраться один раз и ты поймешь что к чему сейчас чуть-чуть газу вот даю и все мы едем мы едем без всякого звука плюс еще какой данного автомобиля что он он тише он тише чем вот автомобилю то есть третьего поколения если сравниваем там в двигатель внутреннего сгорания здесь ты можешь ехать на электрике как просто вот на электросамокате просто большой электросамокат дендропарку там это машины воюта здесь здесь не воин ничего просто слышно ну слышно резины об асфальтом ямки будут слышно но вот немного появляет еще здесь есть режим вот он сейчас работает смотрите управление автомобиля одной педали я педаль тормоза не использую смотрите жму газ мы едем вот именно в этом режиме автомобиль сейчас стоит единая педаль одна педаль для использования в езде вот я еду смотри смотри отпускаю газ он остановился он остановился и зафиксировал есть педаль но есть такой режим что можно использовать только одну педаль газ кстати сейчас вот запустился уже ну да его слышно он запустился двигатель внутреннего сгорания скорее всего для система что умная она понимает для подзарядки батареи когда у вас батарея будет заряжена полностью на электротяге вы можете ехать но вот как заявлено до 100 километров или больше вот точно эти цифры ну примерно где-то что-то но вот именно режим управление одной педалью то есть ты едешь по городу тебе нужно остановиться тормоз не обижать не обязательно жать прикольно кстати тормоз жмется автоматически я просто его вот вот и отпустил сейчас наверное нажав тормоз все-таки этот режим сбрасывается вот я сейчас тормоз тормозом пользовался все уже уже машина едет уже из этого режима вышло то есть где-то его можно включать он перед стартом после старта был включен потом стоит один раз нажать на педаль и этот режим уже сейчас я остановился и у нас получается заглох бензиновый мотор активно электротяга панорама все эти дела остались также также все классно и сейчас для меня новая именно вот езда на гибриде новое и приятное ощущение класс просто супер особенно вот на электротяге я думаю кто будет пользоваться этими авто то будут приятно удивлены и приятное будут получать ощущение от езды именно вот в этом режиме и вот этот режим где я тормоз не жму тормоз жмется сам он я смотрю на педаль газа и вот вроде бы кто-то ее нажал блин система нажала педаль сама опять вот нажимается я вышел она если я вышел и пошел при этом привет взял открываю дверь что мне пишет да ничего не пишет из паркинг стал сам сам в паркинг то есть система вообще я вот взял даже на тормоз не жал вышел он сам стал в паркинг и что и заглох нет и скорее всего заглохнет он тогда когда наверно отойдешь сейчас как бы работает но это все надо экспериментировать и читать инструкции не но уже написано что ключ он не видит но не глохнет но я думаю что если двери закрыть чтобы он сам не поехал просто интересно давай не будем это потому что дорого стоит и еще на часе на на часе пока такая каштона покупка инфопроводение две звезды две звезды сам я могу себе поставить нет то есть ты еще будешь получать по итогу информацию о том как ты ездил там это правильно ли ты ездил по и экономно ли ты использовал пуша это гибрид машина настроена на экономии экономии вот тебе будет автомобиль показывать в эту поездку как ты нормально экономил или хреново ну вот две звезды видно хреновая здесь на экономию ты начинаешь рух вона как бы показывает что авто еде а потом начинает гальмовать ну вот да я уже понял я уже я уже он меня уже приучил что вообще не надо ничего включать только газ нажимаю все ну да так смотри отпустил я педаль ну короче нужно не не вот у нас початку я тоже там как-то она сразу не 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 спочатку да вот ему треба там ну чтобы показать что рух початся да а потом уже коли ты начинаешь рухать из потоцем все відправить не ну вот сам эффект на электротяге когда ты не ездил никогда то да это таки разрыв сразу да именно то чувство как я вроде бы понял наперед на первом тадах а Вале выезжала отсюда но она практически за шумом колес и не понятно что она накопинают не два разумства но видишь они там так и пишут что авто намного тихийше чем чем с ну да она сама сейчас уже сама тормоз то есть в этой машине тормоз меньше жмешь чем в обычной ну так ресурс ресурс в першу чергу колодок ресурс смотрелся раз то есть я тормозом не было за хреново я тебе скажу если ты привыкнешь до этого пока ты до цього не звикнешь воно все будет там дико под подвеска именно третьего поколения сразу заметила я хотел это заметить я знал что оно будет эффекта переключения здесь меньше чувствуется чем на том да тут как едешь как на троллейку все обнимаю вот как без 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 ступенчатый вариатор но там вариатор же совсем другой а здесь уйти зараз на двигании ездишь на 60 километров часу все на чем я щас еду я могу побачить так так ну зараз ты идешь на бензином на бензине то есть нету вот этого под капотом крик анимацию ну это можно навіть до эстетики да виднести что его не мая али оси ну як тоби от після двого двухлитрового самого там пришвидшение да ускорение ускорение может такое же самое но нету вот этого раздумья рывка нема понял нету вот этого как-то по-другому вот оно что я да торт тормоз можно я его не трогаю блин она сама останавливается а як воно знаю что надо остановиться именно так ты просто ну а ведь так акселератор даты ты отключаешь ему ну я понял кнопка все выключили питание все ну все да не все начинаешь зупиняться то есть оно притормаживает ну так воно а если еще включил ты круиз то тут воно полюбой что лучше будет работать ну и важно знать что у тебя стопы загораются в цей момент при этом да 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 я тормозом не пользуюсь то есть это и хорошо с одной стороны а с другой стороны если ты пересел на другую машину и привык к этому но то можно и влезти комусь в жопу не ну ты когда все ты переседаешь з одной на ногу но но тут налаштувание ерекуперации ты можешь и вы значит и яка тоби больше чтобы она сильнейше тормозило або легче под свой стиль езды потому что я открыл там целая статистика ведется там читать да ну а лишь ты же заряжаешь батарею таким чином то есть не 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 через генератора через рекуперацию до заряди так не 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 я хотим хотим почуть именно сравнить шумоизоляцию может давай сюда направо через там пешеходный чецик скажешь через пешеходный полицейский попережать и тут как бы трафик шумоизоляцию просто не ну трохи лучше не так сказать что прямо там колеса дуже чуть на ну так я ж якби не выравнивав там тиск в колесах то можно поделитесь які но все равно в машине потихише может из-за того что мотор во первых двумцы в первую очередь а по-друге что ну по дверях даже да что они трошки ваще то то есть доробляют дорожки просто нам хочется так же да не ну бачишь а слой так раз хотелось хотелось воно да 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 есть прибор можно проверить носишь полицейский не ну то что одинаково подвеска именно тоже поэтому воно и заявляют что подвеска та сама именно сам прикол я не чувствую переключений саня ну да и смотри и воно не показывая даже передачу а вот и power это счетчик видно что-то связано с электрикой да а использую выкороста на мощность мощность батареи так ну тут же есть что же можно подавить и ся из меню все смотри я жму сильнее мощность какого выкороста вуется именно станции машина батареи да ну вот этот сам сам стоп это вообще четко ты шо так наверно тут и развернемся да давай я хотев туда там да там уже но сегодня раз не ну да какие моменты шо да но тебя не приучит так все равно надо так камеры ты сами я думаю шо я кизда зображения тоже и я так думаю там хорошая как раздельная сдать нас то сам да звука двигателя шны чуешь и просто ну отпустив сюда ну как как-то она аналитическое мышление 6 там есть такой а ну давай я тогда выключу его функцию да ну чтобы без него да попробуй ну все едешь как на обычном чувствую что воно не не цей не притормаживает ну ты уровень рекуперации есть стандартный легший и подсиленный а бачишь здесь уже и педаль по-другому тормоза ведет себе якась воно а бач пропав значок яви оттут на панель да 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 это уже про те что ты едешь на бензин да 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 воно и звук уже чусь 6 там что же короче как народ зараз знов не педал теки на самому легшому режиме то есть несколько еще режимов да так налаштувание операции да у китайцев конечно покинути перевели это прям очень радует покинути покинути да а это может катапульта саня да может видно эту проекцию на лобовом там цифры в камеру видно не видно там мабуть теки тебе будет видно не видно теки надо сидеть ровно да вот обе целый не в стандартном ну давай зараз стандартном так это вернуть назад и не зручно педвизка мягенько на нему я показывал вам еще из третьего поколения то есть моменты но когда в критичном цем раскачки там может да сработать хотя все ехали мы опять же той самой дорогой вчера ни разу я не поймал на на отбой отцу может воно якась прикаталась за 16 тысяч я не знаю не было у цего бем-бем но так подвеска на них дуже комфортно я могу ввенкнуть е-педал тому що ми їдем коли ми зупинимся тоді воно з'являються на о бачиш ми зупинилися і тепер є можливість її включити от а ну я зараз да 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 зараз воно вона з'явилася в тебе але я зараз налаштування рекуперації зменшив як буде зупинятись щоб ти проконтролював цей момент чи швидше буде ну зараз вона ще не активується вона так уже працює слабше тормозить чи ні чи так і не почуєш та так і не почуєш може і слабше тоді ставало ну прямо конкретно то есть это все связано з рекуперацією оці всі функції функцій одной педалі то есть ну а як же так все повязано це не тільки це не тільки що ти економиш свою енергію да задієш тільки одну педаль не ну прикольно воно жінкам буде допомога може не так як чоловікам як чоловіки більше будуть тішитися цією штукою та глянь оце що я ж говорю що видишь полного привода немає задумки вот оно і я починаю його ловити у него мощності багато я газу даю і он начинает система робота я на в некоторых моментах шины все равно пробуксовують або був би повен привід то так вона біпи сила вона сила і пішла сейчас вийде на нормальну цю попробуем я выключу попробую стабилизацію шо воно вообще скажу можна чи ні пробук ну ты шо він так с места так ну куда там разница велика той там шо подумає там вскрик на під капотом і потім а цей ось ну таке може і може його не соответствують заявленому от этому 8 5 потому що такого подрива прям щоб сильно то грився воно связано з безопасностю все равно души системи я думаю що в нього він є за рахунок електродвигуна але він короткий на оцей момент на ривок і все на ривок а далі його немає тому що працює 1.5 ну як вони в парі працюють але все одно потужність 1.5 перекриває ну однозначно ривок міцніший задумок нету оцих поки розкрутиться там щось під капотом як вроде би щось оцей раз і потягнуло тебе справа да ну теж якби не було якби не хотілося поганяти основна частина того драйву да весь часті в місті катайся і ось саме в місті воно дає тобі от цю перевагу це зручностю електродвигу цей ти ну від цього я наприклад кей так так конечно це ж і задумка раді економії багато ж можуть подумати що гібрид ето значить спорткар ніфіга гібрид ето для економії гібрид в першу чергу для економії чому і все раз я і педаль не держу і не нажимав педаль тормозова на а до речі як будеш довго стояти він може стати на на паркінг да на паркінг я отак кинул і вийшов з машини там ж бачено китайці перевели покинути може це воно значить не покинути це катапульта а от інтересно коли бензин на нулю все що воно що воно буде писати не до речі з приводу бензин на нулю от ну не скажу по цій машині ну по іншим якщо тебе ноль в боку ну от взагалі немає палива то в тебе може показувати батарейка що в тебе ще є запас хода то есть вона показує показує а потім бах вона розрядилась і резко воно все закінчилось ти думав що ти ще там 20 км можеш десь доїхати ані і треба бензин але найбільшим плюсом порівняно там з іншими гібридами що є ви нас ну стаціонарний акумулятор не якийсь павербанк як там є на інших от а є акумулятор до якого є доступ і ти можеш його зарядити виняти зарядити зарядити поміняти а не бустити наприклад як у інших то є машини просто в яких немає акумулятор гібриди є тільки там як ти скажем так якась ячейка в акумуляторі основному на якому електродвигун працює і до нього коли доступа нема то тобі треба тільки бустити а це не завжди получиться навіть від бустера тому що генератор дає 60 ампери треба саме таку потужність дати щоб запустити його то тут якби ну зручно на сьогодні все такой вот автомобіль вам показали сами первый раз ну понятно що щоб розібратися в ньому досконало это нужно сесть на ньом і їздить і самый большой кайф ты получиш от него когда ты увидишь его расход когда ты заїдеш на заправку по факту уже использование бензина тогда ты конечно обалдеешь ну и когда увидишь запас хода и сколько он может ехать на сегодня все подписывайтесь на канал всем удачи до следующих видео